Люберчанин Денис Димовейский стал победителем первенства России по тайскому боксу. В финале Денис досрочно выиграл у сильного бойца из Краснодара. На тренировки чемпиона в одной из спортивных секций Краскова побывала наша съемочная группа. Первенство России по тайскому боксу среди юношей прошло в конце марта в городе Кстова Нижегородской области. В истории проведения соревнований по этому виду единоборства в России оно стало одним из самых масштабных. Более 500 участников из 60 регионов страны боролись за победу. Однако до финала дошли только лучшие. И среди них люберчанин Денис Димовейский. Провел три боя, два из которых закончил досрочно в первом раунде. Самая трудная, наверное, это была подготовка. Ну и моральная борьба, конечно. Очень рад, я очень долго к этому шел и в итоге добился того, чего хотел. Упорными тренировками, ну, готовился как мог. Что касается морально-волевых качеств, то с этим у Дениса все в порядке. Природное спокойствие и сила духа наряду с упорством, а также профессиональной тренерской подготовкой позволили ему подняться на первую ступень пьедестала почета на первенстве России. Бывают ребята, которые приезжают на соревнования, и они не могут выиграть только потому, что у них не хватает духа. Они выходят на рынок, у них начинаются трясти руки, трясутся колени. Во многом нужно перебороть себя, нежели соперника. Сегодня Дениса Димовейского по праву можно назвать именитым спортсменом. Конечно, в своей возрастной категории. Но судя по тому, какими гигантскими шагами он покоряет вершины мастерства тайского бокса, дальнейшие успехи нашего бойца не заставят себя долго ждать. Денис наш чемпион. Денис к нам пришел три года назад, занимается уже третий год. Пришел он с нуля, то есть это наш воспитанник. За это время он вырос в настоящего бойца, в настоящего мужчину с характером. Как говорит Денис, тайский бокс для него – это жизнь. Причем и свое будущее он видит только в спорте. До 30 лет наш боец собирается выступать на соревнованиях, а затем перейти на тренерскую работу. Тем более, что все условия для развития тайского бокса в Люберцах уже созданы. Динамичный, контактный, резкий и в то же время артистичный. Таков тайский бокс. Конечно, случаются и травмы, но какой же вид спорта без них? Не опасно, не опасно. В принципе, на улице опасно даже ходить и гулять. Можно подтыкнуться и упасть, но если все с умом подходите, соответственно, вид спорта очень хороший. Став победителем первенства России, Денис Зимовейский завоевал право защищать цвета российского флага на первенстве мира, которое пройдет в августе этого года в стране-родоначальнице тайского бокса в Таиланде. Ольга Щевелева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова